В регионе с размахом отметили День Пустозерска. 517-й день рождения первого русского города за Полярным кругом отметили в старинном селе Тельвиска. Праздник стал поистине съезжим. В первую столицу Ненецкого округа прибыли гости из Наринмара, Великовисочного, Устья, Оксина и других населенных пунктов. Организация торжества полностью соответствовала заявленной тематике. Перед социально-культурным центром престижа внутри него развернулось настоящее усть-городецкое гостевание с песнями, плясками, забавами и угощениями. В праздничную атмосферу окунулась и наша съемочная группа. С 10 утра в Тельвиску начали прибывать многочисленные гости. И, как говорится, сразу с корабля на бал. На берегу их уже ждали гиды, чтобы провести экскурсию по старинному селу. За полчаса с остановками и погружениями в историю участники праздника наконец дошли до эпицентра торжества. В холле социально-культурного центра престиж всех любознательных ждал еще один краткий экскурс на уже в историю именинника Пустозерска. Фактами делилась научный сотрудник музея-заповедника Пустозерск Елена Елисеева. Нашей съемочной группе знаток рассказала о происхождении названия древнего города. Но есть три версии. Во-первых, Пустозерск. Во-первых, озеро Городецкое, оно называлось озером пустым. Почему пустое озеро? Во-первых, дело в том, что есть такая версия, что там никогда не было семги. Ой, там семги никогда не было. Остальная рыба была. Но раз вроде как семги нет, значит озеро пустое. Вторая такая версия, что это место было не обжитое, то есть ничье пустое. Ну и третья версия такая, что когда пришли сюда, так скажем, проходцы, первые люди, и увидели наше место, и назвали это место Студеное без леса и Тундряна. Увидели наш лес, что он совсем такой уж езенький, такой уж это самый хиленький. Назвали это место Студеное без леса и Тундряна, то есть пустое. Отсюда пошло озеро пустое и уже потом, соответственно, Пустозерск. Почерпнув немалую дозу информации, гости разошлись по различным площадкам. За творческую составляющую усть городецкого гостевания отвечали всем известные мастерицы Наринмара. Испокон веков женщины занимались рукоделием. Шили, вышивали, вязали, ткали, плели кружево. И по сей день эти умения только украшают представительниц прекрасного пола. Вместе с Надеждой Дуркиной, руководительницей мастерской народных ремёсел Мил Манзарана, гости сделали нехитрую подвеску-оберег – десятиручку, чтобы женщина успевала всё, что ей надо сделать. Везде трудились. Всё же надо было заготовки на зиму сделать, чтобы дети были прибраны. Одежду шить мужу себе, детям одеть. На зиму приготовить, чтобы тепло одевались. Поэтому много хлопот у женщины осенью. Времени, чтобы хватало. И рук на всё это дело. Масса активностей гостей праздника ждала и на свежем воздухе. На берегу все желающие могли прокатиться на байдарках – современных аналогах старинных конструкций, на которых плавали морские и полярные народы – алиуты, чукчи, коряки и эскимосы. Без малейшего страха и с огромным интересом в байдарку запрыгнули и самые маленькие гости праздника. Молодое, но перспективное направление на празднике представила некоммерческая организация «Нарьинмир». Необычная площадка привлекла внимание и нашей съёмочной группы. Свои первые шаги на гончарном станке делала маленькая Аня. А что вы такое делаете? Я хотела чашечку. Получается у тебя? Да. Одно из самых зрелищных и, судя по неиссякаемой очереди популярных забав, расположилось чуть поодаль от эпицентра торжества. Оно и понятно – в руках у гостей праздника настоящие лук и стрелы. Левую выпрямляем, правую натягиваем и отпускаем. Отменных стрельцов в этот день сыскалось немало. Немало таких было и в Пустозерске. Согласно историческим сведениям, в 1648 году в древнем городе был учреждён постоянный гарнизон в 50 стрельцов. Отряды стрельцов несли воинскую службу на охране Пустозерского острога. Ну и, собственно, являлись и практически частью его населения. Несли государственную службу. К часу дня всех созвали на официальное открытие праздника. В центре внимания, конечно, главные гости торжества. В недавнем прошлом жители Пустозерска и их потомки. Среди них Антонина Вукуева в девичестве Ноготысая. Родилась и жила в Пустозерске до пятого класса. Затем была отправлена в телевисочный интернат. Спустя многие годы Антонина Филипповна пронесла воспоминания о своей родине и бережно хранит их. Ну и хочется почаще туда быть, конечно. По возможности мы туда ездим с зятем, с сыном. Тянет туда, на свою родину. Если была бы возможность, я бы там стала жить. В пустозерске начинали примерно в пустозерске, начали в пустозерске, начали в пустозерске. Перерваны туда обязательно. Сегодня потомки пустозеров проживают в том числе и в деревне Устье. В 60-х годах XX века туда перевезли часть домов Пустозерска, когда он прекратил свое существование. И по сей день там живут потомки пустозерцев. Семьи Кожевиных, Ноготысых, Поповых, Федотовых и других. Часть деревни, где находится Обетный крест, дом Терентьева, амбары Хаймины и Нечаевой. Баня Попова – бывшая Преображенская церковь. Территория пустозерского комплексного историко-природного музея. С историей пустозерска связано немало. О древнем городе нам напоминают названия улиц в Тельвиске и в Наринмаре. Название речного трамвайчика. Памятный знак, установленный на конечной остановке в морском порту. И, конечно, музей-заповедник Пустозерск, который располагается в доме Шевелёвых. О первом русском городе за полярным кругом каждый год нам напоминает и памятная дата. День пустозерска в округе отмечается с 2012 года. Анастасия Саботович, Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.